Ответственным государственным органом за обеспечение безопасности дорожного движения теперь стало Министерство внутренних дел. Соответствующий указ подписал президент. Теперь Министерство внутренних дел будет регистрировать автотранспортные средства, принимать экзамены и выдавать права. Последние два пункта у специалистов в сфере подготовки водителей вызвали большое одобрение. В автошколах отмечают, на приеме экзаменов давно не хватает узконаправленных экспертов. У нас постоянная практика. Человек зарегистрировался в автошколе, оплатил за учебу, но на занятия не приходит. Как он научится водить машину в таком случае, откуда он будет знать правила дорожного движения? Потом через два месяца находит знакомых, дает взятку и получает права. Такие водители потенциально опасны. Как показывает статистика, больше всего аварии происходят из-за незнаний правил дорожного движения. В целях улучшения процесса обучения граждан теоретическим и практическим навыкам управления транспортными средствами, правилам дорожного движения, указом полагается передать введение Министерства внутренних дел функции лицензирования деятельности автошкол. Решение тоже воспринято позитивно в среде подготовки водителей. Автошкол в последнее время стало много, но учат хорошо не все. Некоторые даже пытались привить навыки вождения онлайн. Количество автошкол очень много, но качество подготовки в последнее время стало очень слабо. Я могу открыто сказать, что в течение двух лет пандемия повлияло. Все обучения перешли на онлайн режим, дистанционно. Но дистанционное обучение для наших автошкол эффект никакой не дало. Поэтому процент сдачи очень ниже стал. А мы в режиме онлайн обучение не проводили. Мы принимали меньше людей. На каждой партнер по одному сидели, и у нас обучение прошло нормальным образом. Сейчас МВД создает комиссию. Ее члены проведут проверку каждой автошколы. Изучат уровень подготовки обучающего персонала. Если все соответствует нормам, заведение получит лицензию и сможет продолжить работу. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня лицензированием автошколы занималось Министерство образования. У нас раньше Министерство образования выдавали лицензии. И лицензии выдаются бессрочно. Они по науке могут быть и специалисты хорошие. Но по нашему инженерно-педагогическому составу у нас почти специалистов не было. У нас был куратор математики. Поэтому нам очень нужно было, который понимал технику и учебные процессы. Поэтому в последнее время сдача экзамена очень ниже 100. Сейчас на сайте есть, можете посмотреть. МВД теперь также будет выдавать лицензии на все виды перевозок. Указ был принят в связи со сложной ситуацией на дорогах. С 2010 года в результате ДТП погибло 11 144 человека. А 109 567 получили различные увечья. Статистика печальная. Аварии происходят чаще всего там, где нет камер. Программа «Безопасный город» помогает, но она действует не по всей стране. Сейчас мы реализуем второй этап. К первому кварталу следующего года будет установлено 306 камер видеонаблюдения. Вместе с этим указом такая работа поможет сократить ДТП. В МВД уверены, данный указ повысит безопасность дорожного движения, снисит количество пострадавших, тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Екатерина Докамбаева, Нордан Кребеков, «Пирамида».